Женщины сельской местности требуют соблюдения своих прав на работе. Они жалуются на непосильный ручной труд в тяжелых и вредных условиях. Мужчины выезжают на заработки, мы вынуждены заменить их и дома, и на работе. А за труд получаем жалкие гроши, рассказывает Галина за круглым столом в Международный день женщин села. Утром просыпаешься, не можешь в кулак сажать руку, а когда получаешь зарплату, от ужаса ее не можешь сажать, насколько она маленькая. Потому что, работая зимой на обрезке этого винограда, конечно, женщина теряет и здоровье, и нервы. Жаль, на сегодняшний день женщину очень жаль. В населенных пунктах Гайдар, Баурчи, Копчак люди питаются тем, что выращивают в своих хозяйствах, которые соседствуют с хранилищами жидких и твердых пестицидов. Живут в условиях постоянной засухи. Здоровье населения ухудшается, прогрессирует онкозаболевание, снижается и деторождаемость. На фоне этого возникают такие заболевания гормонального характера, как доброкачественные опухоли матки, злокачественные опухоли матки, опухоли яичников. В связи с нарушением гормонального фона мы сталкиваемся с бесплодием у женщин, мы сталкиваемся с невынашиванием беременности. И в гагаузских, и в болгарских селах на юге страны проблемы женщин одинаковы. В селах остались пожилые и немощные. Ходим по бездорожью, отказываем себе в тепле и еде. Мы требуем немногого, мы хотим быть женщинами, говорит Татьяна из соседнего села Кортин. Женщине хочется быть мамой, женщине хочется жить с мужем, в ласке, в заботе, в любви. Женщины сел объединяются, чтобы призвать руководство Гагаузии и страны включиться совместно с профсоюзами в разработку комплексной программы по предотвращению последствий экологического кризиса и социальной защите сельского населения. На уровне республики, на уровне нашей автономии сегодня нет никаких государственных программ, которые могут социально защитить наше население и дать возможность людям правильно адаптироваться в этих условиях. В итоге работы круглого стола женский совет принял резолюцию, выполнение которой женщины обещали держать на контроле. Опубликовано обращение во все инстанции, в народное собрание, исполнительное, законодательное власти республики Молдова, а затем возвращаться обратно к этим обращениям и начинать любое заседание с того, чем мы закончили. На заседании совета присутствовало более 20 делегатов. Спасибо. 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 Спасибо.